Вчера так же плавал. Большая вода уже схлынула, но последствия все еще видны наглядно. Вода из затора, что возле железнодорожного моста, пришла 15 апреля. Выступила. 16 апреля, как будто бы вчера вообще поднялась очень намного, на полтора, на два метра. И вот вышла на жилые дома, затопила огороды. Река затопила не менее 17 участков и вплотную приблизилась к нескольким домам. Один из которых едва не ушел под воду. Сейчас все дачные земли завалены мусором приплывших с соседних владений. Денадий Банна, словно дед Мазаль, на своей лодке спасал минувшие выходные дачников, попавших в водную ловушку. Именно его дом едва не смыло, вышедшая из берега Селинга. Чрезвычайная ситуация возникла из-за резкого таяния льда, скопившегося у моста. Буквально за минувшие сутки стихия укротила свой нрав и лед разошелся. По реке вода начала уходить. На месте работы оперативной группы, группа главного управления во взаимодействии с главой поселения и староста населенного пункта проводят ежедневный мониторинг гидрологической обстановки. Ситуация находится на контроле правительства республики Бурятия. В следующем году решено усилить противопаводка мероприятий. Это и распиловка льда в зимнее время и более тщательный мониторинг ситуации. Иначе рано или поздно станция мостовой грозит уйти под воду. Нам Сарай, Нам Сарай. Сергей Гостенко. Новости дня.